МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оверсайз у нас отходит на второй план, так как все от него немножко подустали. Если касательно талии, то мы видим, где-то года полтора назад у нас начала входить в моду заниженная талия, и сейчас все больше и больше людей присоединяются к этому тренду. Также у нас тренд на кожу, пайетки, перья, открытое тело, различные шнуровки. Совет, который дают стилисты – не скупать все трендовые вещи сразу. Сначала нужно оценить параметры своей фигуры, психотип, цветотип и образ жизни. И сформулировать свой запрос – что я жду от образов. Мы должны обращать внимание на контрастность глаз, на цвет кожи, на цвет волос. И исходя из этих характеристик, мы подбираем себе цвета. Можно дома, допустим, поэкспериментировать, взять, допустим, лоскуток ткани приглушенного цвета и яркого цвета. То есть мы прикладываем к себе один цвет, смотрим, как нам, прикладываем другой цвет, как нам. После этого стилисты предлагают перебрать свой гардероб, избавиться от того, что хранится на черный день, или просто жалко выбросить, и приступить к формированию базового гардероба. У нас в сознании зафиксировалось то, что базовый гардероб – это там черные джинсы, светлые джинсы, да, в гардеробе должны быть там белая футболка и так далее. Но это на самом деле совсем не так. Для каждой женщины он будет разный. Например, для одной женщины, которая, допустим, пять дней в неделю ходит в офис, два дня у нее выходных она там ходит, встречается с подругами. Для нее базовый гардероб будет преимущественно состоять из костюмной группы и несколько вещей на выход. Комфорт и уют в сочетании с классикой и яркими расцветками. О своих предпочтениях в одежде рассказали жительницы Самары. Комфортный, удобный, чтобы было и ярко, и интересно, и комфортно при этом. Я предпочитаю классику. Классика – это всегда ты модный, всегда в ногу со временем идешь. То есть можно иметь базовые какие-то сантименты, базовые сорочки классические, базовые какие-то пиджаки, и ты всегда будешь выглядеть красиво. Я считаю, что главное еще, знаете, что иметь какую-то дорогую обувь, дорогую сумку и дорогую фурнитуру – это очки или бижутерии, или наши любимые бриллианты. Самой мне нравится спортшик. Я люблю более спортивные виды одежды. Люблю брюки, люблю джинсы, люблю рубашки, поло и разные такие аксессуары. В зависимости от сезона, если это лето, то это более натуральные ткани. Когда была фигура, можно было носить что-то такое облегающее, сейчас уже более свободное. Любителям натуральных тканей стилисты советуют присмотреться к синтетическим материалам. В современном мире по своим свойствам они могут составить конкуренцию натурпродукту. Текстильная промышленность не стоит на месте. В этом месте создаются и появляются все больше и больше синтетических материалов, которые дадут фору натуральным материалам. Многие натуральные материалы, такие как хлопок, лен, крапива, они заминаются при носке, в то время как современные синтетические материалы по этим характеристикам выигрывают. Но при этом они также дышат, их легче гладить и они не мнут сами по себе. Подбирая принты, стилисты обращают внимание на анималистические, флоральные, геометрические сюжеты и, конечно, на классику, которая никогда не выходит из моды. Клетка, полоска и горох. Эти образы в стиле ретро-шик отличаются своей элегантностью и универсальностью. Однако не стоит забывать про стилизацию ретро-образов на современный лад, отмечают стилисты. Быть иконой стиля непросто. Приходится продумывать образ до мелочей, опираясь на цвет и тип своей внешности и особенности фигуры. Например, вот это платье вполне подойдет под повседневный образ. Однако, если сюда добавить яркую деталь или, например, белую рубашку, то образ уже приобретет свою изюминку. По словам стилистов, на улицах больших городов платье в горошек будет смотреться как нечто милое, давно утраченное и невероятно трогательное. Анна Иванова Анна Иванова сегодня пришла в магазин за новым образом. Рассказывает, два года назад после рождения дочки из-за набранного веса стала носить широкие штаны и майки. В какой-то момент Анна поняла, что так продолжаться не может. Девушка активно занялась спортом, похудела на 30 с лишним килограмм. Сейчас Анна из декрета вышла на работу. Занимается СММ, рекламой. Про себя рассказывает, что 24 на 7 у нее встречи, съемки, общения с людьми. Ну а стиль в одежде у Анны остался прежним. Я очень люблю свободные футболки, более спортивный и удобный для себя стиль. Я даже, может быть, уверена, что мне бы подошло что-то новое, но какой-то решительности преобразиться у меня нет. В каждую съемку новой коллекции хочу купить платье. Я там даже представляю, как я там красиво в нем иду. Но там съемка заканчивается, я возвращаюсь в реальность и остаюсь в своем оверсайзе, в котором мне безумно комфортно. То есть моя такая норка, где я вот так вот сижу. Но Анна признается, что настало время что-то в себе поменять. Новый образ жизни диктует и свои условия к внешнему виду. Чтобы ушла вот эта девочка непонятного возраста, что вроде как мне 30, я выгляжу периодически как подросток и не всегда, когда мне нужно создать впечатление классного эксперта, я не всегда его создаю за счет того, что я прихожу на расслабленном спорте. Мне хочется стать более, наверное, строгой, более какой-то сдержанный, но при этом стильный. Для нашей героини, исходя из ее цветотипа, то есть из ее контраста с цвет волос, темные у нас глаза такие достаточно яркие, у нас на контрасте хочется добавить тоже контрастности, хочется добавить яркости. Здесь я бы предпочитала более темные цвета. И если мы будем смотреть на температуру, то я бы подбирала холодные цвета, чтобы подчеркнуть еще больше этот переход между глазами и цветом волос. Подбирая комплекты для Анны, стилист обращает внимание на стиль жизни нашей героини и подбирает для нее модные сочетания цветов и принты, которые смотрятся не только сами по себе, но и вписываются в образ нашей героини и подходят под ее запросы. Я подобрала для Ани, для ее, допустим, выходов на съемки, выезды в магазины. Это бермуды голубого цвета и фиолетовая рубашка, такая достаточно свободная, тоже расслабленная. Интересное сочетание цветов на данный момент, оно очень актуальное. Второй образ я подобрала более такой расслабленный за счет такой яркой джинсовки, необычной вышивки. По цветам ярко здесь, ярко здесь, что подчеркнет Анин цветотип. Подбирая пиджак к брюкам, мы ориентируемся на цвет брюк, смотрим, достаточно ли гармонично будет сочетание. Мне нравится сочетание синих пуговиц и бежевых брюк, несмотря на то, что здесь что-то беленькое просматривается. Вроде как хочется белые брюки, но с бежевыми они смотрятся отлично. Выбрала я этот образ, потому что он с платьем. Я прям очень хочу вводить в свою жизнь платье. И классно, что сейчас летом можно ходить вот так ярко, на прохладный вечер джинсовку накинуть. А в целом я могу пойти в нем и на встречу, и на прогулку, и куда угодно. И буду выглядеть женственно, стильно, классно. И такой даже серьезности образы тоже мне добавляет. Мне очень понравились все три образа. Большое спасибо. Ярко-розовый, зеленый, охра, оранжевый, серый. По словам стилиста, это тренды сезона. Образ может быть монохромным или сочетать различные цвета, которые на первый взгляд могут казаться самостоятельными. Стилисты призывают не бояться, экспериментировать, но всегда во главу угла ставить свои предпочтения, а не тренды с глянцевой обложки.